Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 14 мая, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibo Group, начиная с валютной пары евро-долларов. Умеренно негативный отчет по изменению настроений в деловой среде Германии и по еврозоне в целом не оказал существенного давления на пару, но удерживает котировки пары от развития более мощного восходящего движения. Котировки пары все еще удерживаются в боковике, что указывает на неопределенность рынка, но открытый интерес и объемы торгов увеличиваются. Волатильность торгов все еще продолжает снижаться, тем самым увеличивая риск появления сильного ценового движения. Дальнейшее укрепление котировок пары входит в условие основного сценария, вплоть до момента фиксации котировок под уровнем 1.12.15, а сейчас придем к улет на паре фунт-доллар. Появление очередных слухов о том, что Тереза Мэй не согласится на постоянный таможенный союз, оказало давление на пару, обвалив ее под уровень поддержки 1.29.50. При этом, даже незначительное укрепление доллара США может оказать дополнительное давление на пару. Ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов, указывая на явное преимущество продавцов. Волатильность торгов остается умеряной. Но и сегодня рассчитывать на появление сильного ценового движения не приходится. До момента возврата котировок пары выше 1.29.70, медвежий сценарий остается в приоритете. А сейчас придем к улет на паре доллар США, канадский доллар. Обвал нефтяных котировок оказал достаточно сильную поддержку пары, но спрос над уровнем 1.34.80 остается очень слабым, указывая на слабость покупателей. Поэтому лишь более мощное снижение цен на нефть может укрепить котировки пары. Укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса, указывая на преимущество покупателей. Волатильность торгов остается умеренной. Но и сегодня она может оставаться в пределах среднего показателя за месяц. Лишь дальнейшее снижение цен на нефть может оказать дополнительную поддержку котировкам пары. А сейчас придем к событиям сегодняшнего дня. Американские фондовые индексы в красной зоне. В ответ на решение Дональда Трампа повысить тарифы, Китай отплатил той же монеты, повысив тарифы на общую сумму в 60 миллиардов долларов США. Все это оказывает достаточно сильное давление на американские фондовые индексы, которые демонстрируют рекордные темпы снижения. На этом у меня все. Благодарю за внимание и оставайтесь в фокусе с компанией Fibogru. Субтитры создавал DimaTorzok